О главных событиях к этому часу. Лавров напомнил Кэрри о необходимости добиваться расследования трагедии в Одессе. Правый сектор спровоцировал драку на Куликовом поле. Корчинский заявил, что Украина будет продолжать войну вопреки Минским соглашениям. В МИД также отметили, что во время переговоров Лаврова и Кэрри была подчеркнута безальтернативность полного выполнения Минского комплекса мер. Кроме того, дипломаты говорили о перспективах политического решения сирийского конфликта и призвали враждующие стороны тщательно соблюдать перемирие. Также Лавров и Кэрри изложили друг другу свои мысли по ряду других проблем, таких как ситуация в Нагорном Карабахе и на Ближнем Востоке. Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. Накануне члены экстремистской организации «Правый сектор» пришли на Куликово поле, где собрались садисситы, чтобы почтить память погибших 2 мая 2014 года активистов. Радикалам показалось, что среди присутствующих есть российские журналисты. Лидер одесской ячейки «Правого сектора» Сергей Стерненко пришел на акцию в сопровождении нескольких своих сторонников в бронежилетах. Визит был коротким, но драку им все же удалось спровоцировать. Конфликт возник после того, как один из участников акции настоятельно попросил Стерненко и его единомышленников удалиться. Вскоре прибежали полицейские, которые разняли участников драки. Представителей «Правого сектора» правоохранители некоторое время сопровождали, чтобы не допустить нападения на них. Поэтому радикалам под свист одеситов удалось скрыться. В этот раз жажду крови националистам удовлетворить не удалось. Украина не заинтересована в мире и будет нарушать минские договоренности, чтобы улучшить свои позиции. Об этом в эфире телеканала 112 заявил бывший лидер УНАУНСО, а ныне командир батальона Святая Мария Дмитрий Корчинский. При этом националист признал, что на Донбассе устанавливается перемирие, когда украинская армия не пытается продвинуться вперед. Во-первых, мы не заинтересованы в том, чтобы был мир. Мы заинтересованы в том, чтобы была победа. Если по нам не стреляют, это значит, что наши военные не улучшают свои позиции. Мы понимаем, что только военным путем может быть возобновлена украинская власть на Донбассе и в Крыму, соответственно. Мы заинтересованы в том, чтобы война продолжалась и в том, чтобы наши вооруженные силы, даже нарушая минские договоренности, все-таки улучшали свои позиции в серой зоне. Таким образом, Корчинский довольно ясно выразил позицию киевских силовиков по Донбассу. Главное, чтобы мировое сообщество услышало признание украинского военного деятеля и впредь не задавалось вопросом, кто же нарушает минские договоренности.